Проходит год, проходит два, деньги исчезли, а это несколько тысяч долларов. И вот приходит время, рубашка у меня порвалась, совсем. Одну рубашку, я тут жена знает, где-то 30 или 35 лет только начнём. Я люблю с заплатами. И вижу, рубашка моя-то лежит. Я её взял, что-то мешает, открыл, а там деньги лежат. Ну, мы сразу определили, куда надо. Я делюсь своими правилами. Посылки приходят из-за рубежа, деньги. Моей печати пальцев нет ни на посылках, ни на деньгах. Со мной едут люди, которые сильно нуждаются. Я расписываюсь, потому что на меня. Он сразу забирает посылку и домой. Нигде ни одного грамма, по милости Божией, это Господь, Господня милость, чтобы меня на это избрал. Я не понимаю, что золото, деньги, они просто идут. Но что нужно было, я ещё раз напоминаю, у кого денег нет, позаботьтесь. Пасха семь, это восемь, это вообще немного. Вот сейчас мы издаём четырёхтомник. Если с картинками, то каждый том по тысяче страниц. Там столько проповедей в стихотворной форме. Кажется, четыре тысячи, что ли, проповедей. Проповедей в стихотворной форме, этого никогда не было. Четыре тома, только показать можно. Ну и девять экземпляров будет передать. Кто с Белоруссией имеет близкие отношения, послать Кондратюк. Она всё это корректировала. Или мы отдельно пошлём ей. Вот я снова возвращаюсь к тому, в чём мы нуждаемся. Не в еде, в издании. А где вы берёте? Я говорю перед Богом. Вы берёте, рассчитаетесь, пришлёте. Я дам обратный адрес на сестру Алену. Ну и она этим распоряжается. Я денег вообще не вижу и не знаю. По милости Божией. Вот как Бог делает. Вчера ездили, покупали лёд. Никто не попал, приедет сюда, да? Заказали, он приедет сюда. Я просто пример говорю. А вот Павел говорит об этом, ещё в этом нет. Он один раз приехал. Сколько вам надо? Я вытаскиваю. Пять тысяч. Он банки наставили. Только повернулся, жена его Галина тут. Я достаю, вторую ему даю. Третью. Он остановился. Тогда вы что, их печатаете, что ли? Так, никогда не спать. Тридцать пять банок. Вот здесь у ворот стояли. Тридцать пять. Ни одна банка, ни одна капля ко мне сюда не попала. По частям всё это отправляли. Бабушки старые, больные. Всё тут уже разошлось. Вот откуда благословение идёт. Я делюсь опытом. Моё ничего нет. Это благодать Божия делает. В этот момент у меня в руках оказались деньги. И они все сразу ушли. До конца сколько. Он теперь даже вчера давал, кажется, сказал передать мне. Так? Почему? Я как бы рекламу даю везде. Он абсолютно честный человек. Пчеловод. Жил в Потеряевке. Деревня стала разрушать. Он в соседнее село уехал. Его сразу избрали, видимо, там, директором. Теперь он на пенсии. Геннадий Павлович Шерстобитов. А его мама, своей мамой работали на пасеке колхозной. Его мама была главной Ксении Михайловной. И вот как по сегодняшний день. И он каждый год привозит нам. Никогда не играй ногами. И мы близкие друг к другу. И он вот сколько? 1250 трехлитрового банка. Ну, сами посмотрите. Базар на цены. Так там что попало на толкай. Пчелам дают сахар. Когда его там, не знаю, там, горячей водой или как делают. И пчелам дают. И она пчела перерабатывает. А там ничего нет. Сахар. У него даже капли этого нет. Все, что со свето собрано. И поэтому, кто желает брать, берите. Виталий, шаг сюда. Скажи, сколько раз, в прошлый раз, ты был увез в меду килограмм? Ну, это, я не помню. Позапрошлым или два года назад? Ну, позапрошлым сколько? Две, вот, два куба. Почем каждый куб? Десять, кажется. Сколько? Десять или двенадцать тысяч, я не помню. Десять. Сколько? Вес, вес. А, килограмм. Ну, мне было очень тяжело. Типа два. Я чуть себе не сорвал спину. Ты, 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 ты. Поэтому они могут приехать, а будут, если они не приедут. Теперь так, в пятницу приезжают из Барнаула, принимать будут экзамены, образно скажем, скажем, оглашенных. Я с вами тут отдельно позанимаюсь немножко еще, давно это Вячеслав занимается с вами. В субботу крещение, а воскресенье день деревни, может быть, приедет митрополит. Как в храме, вот, смотрите, чтобы ноги, пятки были вместе. Ну-ка, попробуйте. Пятка, пятку задевает. Вот так. Ну, несколько раз. Разведи опять, все. У меня один, я стою сзади, и вот он стоит вот так вот. Вот так вот, маленько погодя, подтянется на ногах, а потом вот так вот. Потом вот так, и отряд. Когда вышли, я говорю, ты зачем это делаешь? Есть люди, которые знают это, что я говорил так. Я говорю, ты зачем это делаешь? А я не знаю. А ты знаешь, что это означает? Это блуда и лихорадка. А как вы узнали, что я о блуде думал стоял? О блуде думал, в храме молился, и вот это вот перекатывание. По поднятию ресниц определяется наклонность в блуду, Сирахов говорит. Надо быть просто внимательным, смотреть и считать. Это полезно. В храме надо. Руки опущенные не должны быть. Ни одной иконы нет, не считая сегодня придумали Елисавета царицы, сестра. Руки должны или так быть, или вот так сложил, или вот как угодно. И когда крещение будете в воде, руки вот так сложите. Ни за чего не хватайтесь. А ноги подогните, и в воду ушел. Теперь, когда батюшка идет к адит, он к адит не людей. Не стены, изображения. Вот стой спокойно. Батюшка идет с к адилом, ну знаете, в храме обходит. Он ничего не знает сейчас. А ты стой и молись. Понятно? Когда подходить к имангелию, подходят подвое. Мужчины сначала, потом женщины. Два поклона с крестным знамением. Поклон крестный знамением. Лоб, пуповина, где у тебя правое, плечо и левое, где соединение. Вот такая должна быть. И чтобы рука могла пол достать. Руку не надо опускать. Один раз тебя проверь. Два поклона. Поцеловали икону, евангелие. Еще один поклон. И теперь подходит к священнику. А там все. Благословит батюшка. Там поцеловал. Он подставляет. Видите, крест где? Чтобы знали это. Не оборачиваются. В храме стоят. Которые высокого роста. Поставайтесь ближе сюда. Дети есть. Поставайтесь, чтобы там у нас в середине. И они ближе были к середине. Такой же Ванецкий, знаете, был. Насмешник. А как он? Когда вы знали, что он может юмором? Ну, где-то пять было, мимо, говорит. Ехали где-то в автобусе или где. Ну, маленький, а приотстал. Он вообще-то в воде так его звать-то назвал. Он говорит, да где ты есть? Что ты смотришь-то? А тут только одни попки мужиков добавят. Я ничего не вижу. Вот такой вот. Одни попки только видят. Вот надо сказать так. У него же заложено было рассмешить людей. Поэтому в храме стоять спокойно, смотреть вперед. Ни по сторонам не надо. Батюшка будет тут. Если архиерей меня вызовет в алтарь, я чтец, имею право входа в алтарь, то он выходит иногда и через батюшку. И говорит, чтобы я сказал проповедь. Это вообще весь неслыханный, нигде во всем мире. Я чтец, это даже, ну как, вроде бы и должности, считать. Но вход в алтарь открыт и свободно. И при том, когда обедают, трапеза будет у батюшки в доме, в это время я быстренько стараюсь поесть. И напротив архиерея, а его уже толкает Бог, ждет, благословит их. Тогда я начинаю что-то говорить. И вот здесь архиерея сказал прощаться с ним, правильно было. Падали на колени. Можно так ныщить? Можно. Он пришел сюда пешком, вот здесь палатки расстелили, вот прямо здесь, вот там, около дороги. Встали на колени и стали молиться. Как апостолы прощались. А саттыкова нигде не было. И все это засняли, а потом патриарху выслал, чтобы он не трогал его, а то, говорят, его хотят убрать. Он все тут направил, как дела. И, видимо, пришел ответ, что его не трогают. Видите, а сколько вам сразу вкладывают? За столом все доели, чашку завязали, показали дежурному, положил, опрокинул. Кружку не надо опрокинуть, чтобы она была полностью все вам дали. Мы сейчас садимся, вам показывают где-то на той стороне. Места хватает поплотнее. Либо рука такая, либо правая работала. Шатун, чтобы этот свободный был. Так, во славу Божию. Спасибо. Садимся за стол. А потом мы распределим, кто будет. Кого? Кто? Я говорю, потому что... Ну, тихо. У вас есть вот что? О! Так, не трогай. Мы ничего на столе не трогать, пока не читаем на битву. А вы скажите, аминь. Не облачивать. Сейчас, садитесь. Смотрите. Еще. Поплотнее. Извините. Вот все вошли. Там еще не остается. Господи, Иисусе Христе, Синьи Божий, помилуй меня Божьего. Аминь. Аминь. Все. Что дает, ешь и с молитвой. Кто первый не ест, кого и не подается. Так, спрашиваешь, аминь, какое имя ты думаешь принимать в мужчину? Мне говорила... Я сказал, Девора, ты берешь? Так, слушайте. Девора. Для людей ты останешься той же Анаит, Анной, а ты как будто занимательный. Так? Перед Богом защищать ты будешь только Деворы. Половинку сырого можно? Что здесь? Дели. А? Делить, что здесь? Если там есть соль, я не буду. Нет, там нет соль. А туганчик и... Дай, не калаем, но... Ну, один. Я так помаленько. Пусти, гостан. Нет, нет, не дай, дай. Дайте, не соль. Дайте, не подошу. Дайте, не подошу.